Снимок ALMA открыл невероятно тонкие детали протопланетного диска у молодой звезды. Это первые наблюдения ALMA, когда его антенны были раздвинуты до максимального предела. Результатом наблюдений стал самый резкий снимок, который когда-либо делали в субмиллиметровом диапазоне длин волн. Это большой шаг вперёд в области наблюдений развития протопланетных дисков и формирования в них планет. ИСО КАСТ Передовая наука и жизнь за кулисами Европейской Южной Обсерватории ALMA, Атакама Large Millimeter Array, Атакамская большая антенна миллиметрового диапазона, это самый большой в мире телескоп для наблюдения холодной Вселенной. Он состоит из 66 антенн высокой точности, которые можно размещать на площади в разные конфигурации. Впервые антенны ALMA были развезены на расстояние до 15 километров, что близко к максимально возможному пределу в 16 километров. Это позволяет ALMA выделить значительно меньшие детали, чем было возможно до сих пор. В этом новом режиме ALMA наблюдал молодую звезду на расстоянии в 450 световых лет. Звезда окружена пылевым диском. Полученный снимок превзошёл все ожидания. Он более резкий, чем снимки, которые обычно получает космический телескоп Хаббл. Он открывает неожиданно тонкие детали протопланетного диска H.L. Тельца, который состоит из материала, оставшегося после рождения звезды. Снимок показывает серию концентрических ярких колец с загадочными тёмными дорожками. Эти структуры — надёжное свидетельство присутствия многих планет, вычищающих материал диска. Диск H.L. Тельца оказался значительно более развит, чем можно было бы ожидать у системы такого возраста. Возможно, это означает, что процесс формирования планет происходит быстрее, чем предполагалось ранее. Молодые звёзды, вроде H.L. Тельца, рождаются из облаков газа и мелкой пыли, сжимающихся под действием гравитации. Формируются плотные горячие ядра, которые затем зажигаются и становятся молодыми звёздами. Эти новорождённые звёзды поначалу завёрнуты в коконы остающегося газа и пыли, которые постепенно оседают в протопланетный диск. Частицы пыли сталкиваются и слепаются вместе, до размера зёрен и камешков. А затем в диске могут сформироваться астероиды, кометы и даже планеты. Молодые планеты затем искажают диск, создавая в нём кольца, промежутки и дыры, подобные тем, которые сейчас и наблюдает ALMA. Исследование этих протопланетных дисков важно для понимания того, как в ранней Солнечной системе формировалась Земля. Наблюдение первых стадий формирования планет у HL-тельца покажет нам, как могла выглядеть наша собственная планетная система 4 миллиарда лет назад. Работая практически в окончательной своей конфигурации, ALMA продемонстрировал свой огромный наблюдательный потенциал. Он начинает новую эру в исследовании формирования звёзд и планет. Не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться видео с друзьями. Спасибо!